Хэй, 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 всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную группу названием Subnotica Below Zero. Друзья, сегодня у нас прямо есть чем заняться, сегодня прям будет насыщена, мощненькая серия, поэтому поддержите заранее лайком, для того, чтобы мне было приятно, и я снимал Subnotica дальше. Друзья, я прочитал ваши комментарии очень внимательно, очень много хороших советов поступило, сегодня мы будем с вами улучшать базу, крафтить очень важные вещи, а также постараемся найти базу Омега, Омега-база, это одна из баз, которые необходимо найти для выполнения сюжетной, так сказать, ветки, это наше задание, так я вижу, что у нас уже прогружается, кстати, намного быстрее, и да, как вы могли заметить, я поставил русский язык, это официальный русский язык, что очень меня, если честно, радует. Так, ну что, давайте, наверное, начнем с того, что достроим с вами фундамент, я также свинец здесь немножечко поискал, поэтому теперь фундамент у нас будет, наконец-то, не призрачный, а очень даже красивый, хороший, и меня вполне себе удовлетворяет. Так, отлично, вот, это уже совсем другое дело, вот это мне реально нравится, красиво выглядит наша станция, очень жаль, что нельзя изменить пока что цвет, но я надеюсь, что будет такая возможность позже. Так, значит, что мне нужно сделать сейчас, ребят, вот прям по очереди смотрим. Во-первых, я бы хотел сделать батарею, батарею для своего глайдера, чтобы в случае необходимости я мог бы заменить ее, чтобы я мог спокойно не бояться на тему того, что она может закончиться в любой момент. Также, очень хотел бы сделать фонарик, для этого мне нужно стекло, кстати, могу сразу его сделать, потому что фонарик... Так, а там батарея еще понадобится, да? Блин, если понадобится... Да, блин, сейчас, ладно, хорошо. Тратим батарею, она нам все равно пригодится впоследствии, поэтому сделать ее все равно нужно будет. Ленточник и медная руда. Хорошо, хорошо, не проблема. Также, очень хотелось бы мне сделать обычный кислородный баллон, для того, чтобы если я где-то окажусь без кислорода, мне он точно пригодится. Ну и, в принципе, вроде бы по крафту на данный момент все, поэтому поехали. А, ну да, и, конечно же, надо будет еды и воды тоже себе закупить, чтобы, сами понимаете, так, водоросли сразу нарежем, давайте. Сделаем сейчас себе... Так, инвентарь полон, отлично. Очень хорошо у нас место для базы, вышли, нарезали, сразу зашли, вообще прекрасно. Так, сетчатое волокно делаем, изи, очень хорошо. И теперь делаем с вами... Где там то, что я хотел? Что-то у меня как-то вылетело из головы. А, ну вот, собственно говоря, обычный кислородный баллон. Ну, отлично, с этим мы уже разобрались, это очень-очень-очень хорошо. Кстати, также один из важных советов, которые вы мне давали, ребят, это выбросить в воду вот эту вот штуковину, и она нам превращается в ящик с данными, что дает нам ховерпад. Отлично, это, я так понимаю, какое-то такое, не знаю, средство передвижения, типа того. Так, хорошо, нам в любом случае нужно будет сейчас делать еще одну батарею, для этого нам понадобится медная руда и ленточник, да? И в частности, нам нужно еще добыть еды и воды. То есть, я думаю, что все это у нас с вами займет не более пары минут, а потом мы с вами отправимся на поиски базы. И вот там уже начнется намного все более интересно. Так, медная руда, что у нас здесь? Здесь у нас титан. Титан, я думаю, нам пригодится в любом случае позже, поэтому я его не буду выкидывать, пускай... Ну, как не буду, я его переложу, наверное, в ящичек какой-нибудь. Но в море оставлять не хочу, вдруг реально пригодится еще. Так, я почему, ребят, уверен в том, что батарея понадобится? Потому что, смотрите, у меня уже 43%, это реально достаточно мало. Учитывая, что мы хотим с вами на довольно длинную дистанцию уплыть, искать базу, я думаю, что разумно будет все-таки скрафтить батарею. Так, здесь соль какая-то, ничего интересного. Ленточник обычно в пещерах каких-нибудь, поэтому надо спуститься поглубже. Так, водоросли, водоросли, водоросли. Блин, ни одной пещеры не вижу. Да, что такое? Ну-ка, давайте поищем поплотнее. Мы уже достаточно далеко отплыли от базы, сильно далеко не хотелось бы, потому что нам еще возвращаться, крафтиться. Не хочется тратить драгоценный заряд нашего глайдера. Так, вот, кстати, вот где-то здесь, в принципе, ну нет, здесь уже нет. Я думал, что, может быть, где-то здесь ленточник найдем, но я его... Ой-ой-ой, здравствуйте, мистер Краб, не трогайте меня, пожалуйста, только, все нормально. Так, серебро, титан, ой, у меня еще инвентарь уже полон, да е-мое, выкидываем лишнее. Так, давайте еще даже титан выкидем. Не хотел я его выкидывать, но все же пришлось. Так, еще титан. Ладно, всплываем. Что-то пока, ребят, на крафт идет не очень, поэтому давайте я выключу, наверное, запись и включу, когда найду ленточник. Ну, короче, батарею смогу скрафтить. Ну что, ребята, очень хорошо. Мы с вами сможем сейчас и батарею скрафтить. И как раз-таки я нашел здесь себе и покушать, и попить, поэтому все сейчас будет просто тип-топ. Далее мы с вами отправимся на поиски базы. Единственное, что я сейчас знаю, ребят, вот как мне подсказали, что надо искать где-то в районе текстурных айсбергов. Я примерно знаю, где они, я их уже наблюдал. На стриме, тем более, мы уже вообще хотели к ним сплавать, но не вышло. Ничего страшного. Сплаваем сейчас. Я так понимаю, что где-то в их районе надо будет искать базу Омега. Ну и, конечно, я надеюсь, что у нас это получится. Так, давайте сразу попьем, потому что у нас водички немного. Так, и покушаем заодно. Вообще прекрасно. Все просто замечательно, ребят. Я прям готов к бою. Поехали. Энергии очень мало, но у нас есть вторая, к счастью. Собственно говоря, так. Вот, вот находятся эти айсберги. Плывем туда. Вторая есть батарея, поэтому я думаю, что никаких проблем не будет. Я думаю, что поплывем, наверное, под водой, потому что здесь будет, наверное, наиболее интересно посмотреть на всякие новенькие рыбки. Может быть, еще что-то. Может, еще что-то найдем, потому что я знаю, что я игру прошел еще прям на очень маленький процент, ребят. Здесь еще очень много всего интересного есть. И поэтому надеюсь, что что-то из этого мы с вами увидим здесь. Может быть, какое-нибудь существо новое, желательно. Хотелось бы, желательно побольше. Но, 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 только не Левиафана. Потому что я, честно сказать, ребят, вот я уж хочу быть с вами как откровенный ютубер. Я капец боюсь большой глубины здесь и вот этих огромных монстров. Потому что, не знаю, у меня какой-то прям страх перед глубиной. Я не знаю, напишите в комментариях, у кого тоже, может быть, есть что-то такое. Потому что как в темноту мы эту погружаемся в глубине, у меня прям какой-то реально первобытный какой-то страх. Так, а что у нас писало в задании? Ну-ка, давайте быстренько посмотрим. Так, загружены данные. Лично, нет, по-моему, коды и зацепки. Инструктаж. Так, Джефрис 150 глубина. Левиафан, ой, нет, 150. И Омега где-то на соточке. То есть, станция Омега должна быть где-то на 100 метрах. Ну, окей, будем искать. О-хо-хо, вот это нам завезло. Ребятки, вот это нам вообще четенько завезло. Причем, смотрите, какая красивая база. Мне нравится вообще. А, и она затоплена. Я понял. Так, ну что, сканируем то, что увидим. Рабочий стол. Нам пригодится. В нашу базу поставим с удовольствием. Так, эту штуку мы, по всей видимости, оторвать не можем. Я, кстати, слышал что-то такое, ребят, что такие, ну, вот эта вещь может не поместиться сюда. То есть, мы ее забрать не всегда можем, не у всех получается. Напишите в комментариях, что нужно сделать, чтобы ее забрать. Может быть, я сюда еще сплаваю, потому что я так понимаю, что Омега база нам здесь будет бесполезна. Потому что, сами видите, не просканировать, не забрать эту вещь. И я, к сожалению, не могу. Ладно. Ну, раз уж все так получилось, ребят, раз уж баганая пока играю. Ну, давайте будем честны, все-таки это ранний доступ, поэтому баганая, ничего страшного. Давайте уж сплавим тогда к ледникам, посмотрим, что там интересного. Может, все равно что-то найдем. Потому что я еще и на стриме хотел это сделать, но раз уж так, то значит так. А, блин, давайте маячок сюда поставим. Я не знаю, он будет сюда, как бы, далеко так светить или нет, но... Наверное, не будет, наверное, не будет, но... Давайте попробуем. Инструмент вот сюда куда-нибудь поставим. Надо было маячок, на самом деле, даже взять настоящий, скрафтить, но... Не, ребят, видите? Ну, то есть он будет, конечно, помечать. Ну, давайте сделаем прям несколько сюда. Сбросить узлы. Давай, 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 побольше, побольше, побольше. Крафт, крафт, крафт. Чтобы мы могли видеть, что вот, вот, подсвечивает. Ну, неплохо, неплохо. Конечно, не то, что бы мне хотелось, но сойдет, в общем-то. Поплыли к этим ледникам, посмотрим, потому что выглядят они реально супер странно. Вот там какой-то, как будто бы глыба текстур здесь осталась, но... Интересно. Интересно все-таки выглядит. Очень прикольный мир. А вот этот снежный мне, на самом деле, очень сильно нравится. И намного больше даже, на самом деле, чем основная сабнотика, потому что... Ну, что-то в этом есть, вот этом подзем... Подснежным, я бы сказал. Кстати, а подснежным, давайте попробуем. Интересно, что там под этим ледником. Может быть, получится даже переплыть на другую сторону. Это, конечно, вряд ли. Но было бы интересно посмотреть, что на... О, кстати, здесь молнии прям фигачат. Что на другой стороне от этого ледника. Давайте глянем. Так, здесь я вижу какие-то отражения. Или это что, пар какой-то? Может, тает этот ледник? Не знаю. Давайте попробуем его переплыть, его снизу. Не знаю, опять же, получится, не получится. Но чисто... Давайте на всякий случай сохранимся. Чисто затестить. Хотя бы будете знать, ребят. Хотя бы будете знать. И то мне будет уже радостно, что я вам в какой-то степени помог. Блин, а... Во, 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 во. То, что мне нужно, это... Слушайте, глубоко достаточно, надо сказать. И у меня выключилась батарея. Все, поменяли. Отлично, плывем дальше. Главное успеть выплыть. Но, если что, я сохранился. То есть, в случае чего, конечно, загружусь, все будет окей. Но... Хотелось бы, конечно, чтобы все было и так нормально. Так... Здесь мы с вами плывем. Ну, слушайте, здесь, видимо, может... Ну, как бы, по сюжету... Или, как это сказать... По замыслу разработчиков, так сказать, сюда можно проплыть. Я не знаю, мы сейчас в какой-то пещере. Да, здесь ледник находится дальше. Сюда я никак не могу выплыть. Это что? Это у нас что? Это как... О, нифига себе, еще и светится. Это как камень какой-то. Это может терраформирование, кстати? От этих... От крабиков осталось, как вариант. Ну, выглядит вообще... Если честно, очень странно. Ребята! Это скелет? Ребята, это ски... Ё-моё! Ребят! Замороженный скелет! Стоп! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Требуется генетического образа. Погибший особи класса Левиафан. Е-е-е! Найс! Очень-очень найс! Образец Харара. Так, я достал образец Левиафана. Мне нужен герметический грузовой отсек для приема. Могу просканировать? Нет, не могу, к сожалению, просканировать замороженный скелет. Очень жаль. Так, все, уплываем, ребят. Здесь оказалось намного интереснее, чем я думал. Но смогу ли я уплыть теперь обратно? У меня всего лишь 19 кислорода. Блин! Давайте попробуем. Давайте попробуем. Надеюсь, что получится. С собой же ж ты мой. Вот это... Слушайте, я, наверное, куда-то... Или туда. Туда или не туда. Ох! Как же... Хорошо должно быть, что я взял с собой кислородный баллон другой емкости, но он был пустой. Нет! Да как же так? Я его не наполнил. Я его не наполнил, ребят. Что ты будешь делать, а? Ну, какую же штуку мы нашли? Ладно, давайте мы сейчас к ней вернемся. Наполним кислородный баллон. Я что-то просто вообще даже не думал, что я погружусь на такую глубину, что не смогу выплыть. Поэтому даже не думал о наполнении этого баллона. Но ничего страшного. Сейчас мы все это повторим по-быстрому. Я думаю, что все это сделаем достаточно четко и... Да! А я, если честно, как-то даже в шоке. Не ожидал. Не ожидал. Но, видите, не удалось с омега базой, зато удастся с ледиафаном. По-моему, найс. Так, хорошо. Давайте сейчас все прогрузится как раз. Так, я надеюсь, что... У меня просто сейчас опять про корпус базы написано. Я надеюсь, что мы не около базы заспавнимся. Нет, все отлично. Так, нам надо всплыть, ребят. Нам надо сейчас всплыть, поменять сразу, наверное... Ой-ой-ой, я сейчас смогу всплыть же, да? Да, отлично. Меняем кислородный баллон. Давайте мы его сейчас наполним. Все, вот буквально одна секунда нам требовалось для того, чтобы все было нормально. И поплыли обратно. Так, сейчас надо заменить источник питания. Все, поехали. 100% энергии нам по-любому хватит. Это однозначно. Так, выключаем. Выключим. Во, отлично. Если я не ошибаюсь, мы с вами плыли сначала вниз. Потом под него. И потом мне не нужно всплывать. Мне нужно сразу же плыть прямо. Прямо. Вот, прямо-прямо. То есть, ребят, если кто будет искать любвиофана по этому видео, запоминайте. Доплывайте до этих текстурных ледников. Так, а, кстати говоря, сейчас-то куда? Блин, а куда я плыл-то? Я тогда плыл просто на рандоме, а сейчас-то надо в конкретное место. Так, немного я уже заплут... А, или вот сюда. Да, по-моему, вот сюда. Вроде бы сюда. Вроде бы сюда, ребят. Вроде бы все правильно. Так, да, вроде бы плыву правильно. Ребят, потом вот доплывайте до этих текстурных ледников и под них заплывайте. Вроде бы все должно быть именно так. Так, и вот где-то я здесь вообще? Блин, я не посмотрел глубину в тот раз. Из-за этого не помню, правильно я плыву или нет. Да что такое, а? А, нет, все правильно. Все правильно. Просто шикарно. Давайте мы прям от этого, от пальчика кусочек отрубим. Я еще раз хочу на него посмотреть. Выглядит просто шикарно. Очень крутой. Очень крутой, ребят. Ну, вы сами видите. Я думаю, что тут и говорить ничего не надо. Все, поплыли обратно. Поплыли обратно. Постараемся. Я так понимаю, что мне сейчас на грузовую, ну, как бы, к ракете нужно приплыть. Потому что я достал этот образец. И она попросила, чтобы я его отправил в герметичном контейнере. Так, то есть, скорее всего, в ракете. Почему-то мне так кажется. И вот, по-моему, я плыву сейчас правильно. 36 кислорода. Кстати говоря, может быть, даже успею доплыть и без второго баллона, как вариант. Ну-ка, попробуем. На самом деле, надо будет скрафтить обязательно себе высокой прочности второй баллон. И всегда его носить с собой. Потому что вот такие ситуации я, конечно, не ожидал. Но они, оказывается, могут быть. Оказывается, могут. Так, выплываем отсюда, ребят. Да, у нас даже, может быть, хватит. Да, 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 должно хватить. Ну-ка, давай, соточку метров. Давай, последний рывок. Хотя, может, лучше не хватит. Поэтому я на всякий случай перестрахуюсь, знаете ли. На всякий случай. 30 дополнительных кислородов, к счастью, у нас с вами есть. Мы с вами заполним сначала этот баллончик. И потом наполним вот этот. Отлично. Просто прекрасно. Ну что, ребят, давайте к острову с грузовой ракетой. Сейчас сходим к ракете. Попробуем отправить этот образец. Я надеюсь, что все получится. Если нет, то вы мне, я надеюсь, в комментариях также подскажете, что мне нужно сделать в следующий раз. Включу запись, когда доплывем до пляжа. Ну и что, ребят, я вроде бы добежал до ракеты. Давайте попробуем, сохранимся сейчас. Не знаю, выйдет опять же или не выйдет. Но я очень на это надеюсь. Эксченджер. Так. Обменник, как бы, да, он называется, получается. Куда-нибудь я положить сюда могу? Препарат-то новый, который я добыл из левиафана. ДНК его. Так. Похоже, что нет. Ну-ка, просто запустить ракету. Может, это как бы... Блин, нифига себе, молнии бьют. Нужна починка ракете, пишется. Блин, так я же чинил уже, вроде нет. Ну, давайте попробуем еще разок. Да, тут вроде... А, нет, смотрите, нужен ремонт, на самом деле. Кто бы мог подумать. А, вроде бы, ничего не показывает. Ну, окей. Так, эксченджер. Открыть хранилище. Вот. Нормас. Так, образец Харара. Отправляем. Смотрите, я так понимаю, что здесь... Вот, наверное, вот эта как раз штуковина лежала на базе Омега, я так понимаю, ребят. Ну, давайте отправим хотя бы просто этот образец Харара. Не знаю, хотя бы так. Хотя бы так. Так, ремонт еще нужен дополнительный. Стоп. Или вот здесь, да. Вот здесь ремонт нужен дополнительный. Ииии... Отправляем. Найс. Найс, ребят. Все-таки разобрались. Слушайте, я прям горд. Я прям горд, что мы с вами это смогли сделать. Получается, мы сейчас отправим вот этот образец Харара нашей сестре. О, как нифига себе взрывается, да, э? Образец Харара отправляем нашей сестре. Она уже будет разбираться. Образец бактерий отправлен. Ты проверился на заражение? Я в порядке, Сэм. Хорошо. Проведи еще одно сканирование через пару часов для перестраховки. Да, кстати говоря, стоило бы, потому что, насколько я помню, из оригинальной сабнотики, эта болезнь была супер жесткая. Ну что, ребят, я думаю, что теперь мне остается только отправиться на базу. Сколько мне тогда? Плоть 600 метров. Поэтому давайте включу запись, когда опять же уже буду на базе, и мы подведем итоги этой замечательной серии. Ну что, дорогие друзья, по-моему, вышло неплохо. Мы с вами нашли образец Левиафана. То есть, по сути, мы выполнили одно из заданий. Плюсом, также хочу сказать, что мы с вами нашли базу Омега, но не получилось с ней разобраться. Я думаю, что мы разберемся либо в следующей серии, либо в комментариях вы мне напишите, я сам с ней разберусь. Ну и самое главное, это то, что мы выполнили одно из трех важнейших заданий. А это значит, а это значит, дорогие друзья, что, собственно говоря, в следующей серии постараемся выполнить еще одну. Ну что, думаю, что мы заслужили некоторый отдых, поэтому давайте-ка мы с вами лежим спать. А вы обязательно ставьте лайки, дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и, не знаю, пишите комментарии. С вами же был Ченаски. Увидимся совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока.